Впервые 9 мая Россия совершила массированный ракетный обстрел Украины. В 51 день по украинским городам не запускались крылатые ракеты в больших количествах. В ночь на 27 апреля с акватории Черного моря было выпущено 4 калибра. В результате чего в Николаеве был разрушен жилой многоквартирный дом, погиб один и получили ранения 23 человека. Также попадание было и по историческому зданию Адмиралтейства, которое уже долгие годы использовалось в качестве учебного корпуса, но из-за войны уже больше года простаивало пустым. Тем не менее, кремлевская пропаганда выпустила сюжет с неким Сергеем Лебедевым, который сообщил, что в здании ночью проводилось совещание высокопоставленных офицеров, в том числе и из других стран. В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию Адмиралтейства в Николаеве. Значит, там на тот момент находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. В ночь на 28 апреля по Украине уже был нанесен удар с использованием 23 крылатых ракет. В результате уже этой атаки одна из выпущенных Россией ракет попала в девятиэтажку в городе Умань. 23 человека погибло, из которых двое детей. Характерно, что ни в Николаеве, ни в Умани, вблизи прилетов ракет нет военных объектов. А при учете готовящегося контрнаступления из этих городов, как и из многих других, солдаты переброшены для подготовки и слаживания. Тем не менее, около 9 утра официальный телеграм-канал Минобороны России выложил у себя фотографию с надписью «Точно в цель». А уже в официальной сводке сообщил, что ночью цель удара была достигнута. Все назначенные объекты были поражены. С утра же в Москве памятнику лесе-украинке начали приносить цветы в память о погибших в результате ракетного обстрела. Однако полиция, как и ранее после ракетных обстрелов Украины, разгоняла людей, убирала и выбрасывала принесенные цветы. После же того, как стало известно, что в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом число погибших переваливает за 20, а данный случай вновь вызывает резонанс мировых СМИ и доносится до россиян внутри России, моментально были предприняты меры. Используя проверенную временем тактику, которую на Донбассе начали использовать еще в 2015 году герои кремлевской пропаганды, такие как Моторола... Утренняя зорька. Вот у нас все немножечко спят. Воймали людей. Там никого нет. Он туда вот застрелил. Он туда зачем? Жалоба спят у нас здесь. А Женя? По Донецку был нанесен удар из-за реактивной системы ГРАД. Благодаря местному блогеру Андрея Лысенко, который снял видео, по наклону части боеприпаса, стало понятно, что обстрел города проводился с территории подконтрольной России, а именно с района Моспинова, глубоко в российском тылу. Делается это, чтобы обозрить местное население на украинскую армию, которая, скорее всего, сможет в ближайшей перспективе приблизиться, а быть может и войти в Донецк. Ведь состояние дел на фронте у российской армии стремительно ухудшается. В результате атаки ВСУ на позиции батальона «Поток» были потеряны две позиции в связи с плохим обеспечением боекомплекта, огневым прикрытием минометным огнем, безответственным отношением к выполнению своих обязанностей руководства батальона «Поток». Даже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже анонсирует, что группировка в скором времени перестанет существовать, так как она попросту заканчивается. Теперь, что касается потребностей вообще снарядов на фронте и чего мы хотим. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Ну а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? А я сейчас его еще раз сделаю. Продолжение следует...